Добрый день, это студия Тутбай ТВ, меня зовут Алена Андреева и я рада начать очередной выпуск проекта «Хотите по закону?». Напомню, что это совместный проект белорусского портала Тутбай и адвокатского бюро Осипова Колтуновича «Партнеры». И на ваши вопросы и ситуации, которые могут быть близки каждому из нас, в данном случае водителям, отвечает адвокат Павел Колтунович. Добрый день. Добрый, Алена. Итак, в продолжение предыдущей темы. Сегодня мы поговорим о том, какая ответственность грозит водителю за наезд на пешехода, как определяется степень тяжести телесных повреждений пешехода, как можно водителю сохранить права при наезде на пешехода и почему мнение потерпевшего в этом вопросе может оказаться решающим. Мы в прошлой программе рассказали о том, как определяется вина водителя, а сегодня продолжим наш разговор и расскажем о том, какие последствия наступают для водителя в случае, если его вина установлена и не оспаривается. А ответственность может наступать двух видов – административная и уголовная. Как мы говорили в прошлой программе. И вот, собственно, как определить, какую ответственность применить к водителю. Определяется это исходя из тяжести телесных повреждений, которые получил пешеход. Если легкие телесные повреждения у пешехода, наступает административная ответственность. Если менее тяжкие или тяжкие телесные повреждения, наступает уголовная ответственность. Ну, чтобы не смешивать все вместе, мы сегодня отдельный выпуск посвятим административной ответственности. Ну, собственно, тогда начнем с вопроса о том, при каких условиях наступает административная ответственность водителя в случае наезда на пешехода. Три условия необходимы, чтобы привлечь водителя к ответственности. Это нарушение правил дорожного движения, наличие у потерпевшего пешехода телесных повреждений, легких. И заявление потерпевшего о привлечении водителя к административной ответственности. Вот при наличии этих трех условий водитель может быть привлечен к административной ответственности. Если нет хотя бы одного, наступает ли ответственность? Например, если не были нарушены правила дорожного движения? Нет, ответственность исключена тогда. Я имею в виду административная ответственность. Ну, как мы говорили, гражданская ответственность наступает независимо от вины. Причинен вред источникам повышенной опасности, водитель должен будет компенсировать пешеходу. Вред, который ему причинен автомобилем. За исключением двух ситуаций. Если это суицид или если произошло какое-то стихийное бедствие. Тогда водитель освобождается. И владелец источника повышенной опасности освобождается от ответственности. А в других случаях за вред, причиненный пешеходу, водитель будет нести ответственность. Независимо от вины, если он владелец источника повышенной опасности. Но сегодня мы поговорим несколько о других темах. Потому что к административной ответственности привлекается водитель только при наличии вины, заявления потерпевшего и причинения потерпевшему телесных повреждений. Как минимум легких. Кто решает эти все вопросы касательно нарушения водителям правил дорожного движения? Здесь компетентны органы государственной автомобильной инспекции. Именно они определяют, есть вина водителя, есть ли нарушения в действиях водителя или их нет. Причинение потерпевшему легких телесных повреждений. Это находится в компетенции судебно-медицинских экспертов. То есть дознаватель, следователь, должностное лицо, ведущий административный процесс, назначает судебно-медицинскую экспертизу тяжести телесных повреждений, в ходе которой определяется конкретно какая же степень телесных повреждений у потерпевшего в результате ДТП. Если это легкие телесные повреждения, значит речь будет идти об административной ответственности. Если менее тяжкие или тяжкие, об уголовной ответственности. Что такое легкие телесные повреждения? И где грань, например, между легкими телесными повреждениями и менее тяжкими? Мы составили таблицу для удобства пользователей. И в ней приведены два вида телесных повреждений. Легких телесных повреждений. Они бывают повлекшими и не повлекшими. Кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату нетрудоспособности. Ну что такое легкие и не повлекшие? На сленге так называемом судебных медиков. Это повреждения, имевшие незначительные скоропроходящие последствия. То есть, длившиеся не более шести дней. То есть, если исключен был из процессов жизнедеятельности на шесть дней, то легкие? Да. Более серьезными повреждениями являются легкие телесные повлекшие. Кратковременное расстройство здоровья. Ну, кратковременным следует считать расстройство здоровья, связанное с повреждением продолжительностью более шести дней. Но не более двадцати одного дня. Если более двадцати одного дня не проходит, болезнь не уходит более двадцати одного дня, речь будет идти уже о менее тяжких телесных повреждениях. И второй критерий – это стойкая утрата общей трудоспособности. Ну, здесь идет речь о до десяти процентов утраты трудоспособности. Определяется это в процентах. Общая трудоспособность у здорового человека – сто процентов. Если, значит, десять процентов утрачено, значит, могут быть диагностированы легкие телесные повреждения, повлекшие за собой утрату трудоспособности. На самом деле, для привлечения к административной ответственности водителя, неважно, какая из категорий диагностирована, и первая и вторая категории влекут ответственность по статье 18.17. Поэтому сегодня не будем на разграничении останавливаться подробно. Любое легкое телесное повреждение влечет административную ответственность водителя по статье 18.17. Давайте попробуем внести некоторую ясность и привязаться к таким житейским примерам. Например, перелом руки. Это легкое телесное повреждение? Перелом руки – это менее тяжкое телесное повреждение, поскольку по клиническим протоколам срок заживания перелома более 21 дня. А ушибы, ссадины… Ушибы, ссадины будут легкими, не повлекшими. Какие-то более серьезные раны, которые за 6 дней не заживают, будут легкими, повлекшими. Угу. Понятно. Влияет ли продолжительность больничного на степень тяжести телесных повреждений? Ну вот, вопреки расхожему заблуждению, длительность расстройства определяется не продолжительностью больничного, а совершенно другими медицинскими документами, поскольку, ну, ведь бывает так, что потерпевший вообще не берет больничный. Ну, например, если он не работает, зачем ему больничный? И тогда все равно же, ведь у него остается возможность для оценки степени его телесных повреждений, поскольку для оценки существуют специальные клинические протоколы, в которых прописана усредненная продолжительность болезней. Конечно, врачи, когда назначают больничные, когда их продлевают, они тоже руководствуются этими клиническими протоколами. Поэтому примерно длительность больничного, она будет совпадать с данными клинических протоколов и с данными по времени заживления определенных ран, травм. То есть, примерно по длительности больничного можно определить степень тяжести, но если потерпевший на больничный не уходил, это не значит, что у него не было телесных повреждений и нельзя определить степень его телесных повреждений. Часто потерпевшие задают такой вопрос, нужно ли мне подольше находиться на больничном? Не нужно, потому что это не юридически значимый факт в данном случае. Все равно судебно-медицинские эксперты длительность расстройства будут определять по клиническим протоколам. Ну вот в вашем примере, например, если перелом руки, значит, конечно, все индивидуально, и продолжительность больничного может у разных потерпевших варьироваться, но в расчет будет приниматься продолжительность по клиническим протоколам, в течение которой, продолжительность времени, в течение которого заживает перелом. Будет браться именно из клинических протоколов. Давайте поговорим об административной ответственности, которая грозит водителю за наезд на пешехода. Что же предусмотрено этой самой статьей 18.17, о которой вы уже упоминали? Статья 18.17, ключевая статья, про которую мы будем сегодня говорить, именно на ней остановим свое внимание. Почему? Потому что в случае, если причинены потерпевшему легкие телесные повреждения, он написал заявление о привлечении водителя к ответственности, то именно по этой статье будет наступать ответственность водителя. А ответственность предусмотрена достаточно значительно. От 3 до 30 базовых величин штрафа и до 2 лет лишения прав может грозить по этой статье. Ну, несколько слов о структуре самой статьи. Она состоит из 4 частей. Часть 3 исключена на сегодняшний день. Там в части 3 содержалось условие привлечения к ответственности водителей, которых не было прав. И когда в административный кодекс об административных правонарушениях внесли изменения и стало возможно привлечь лицо к ответственности и лишить права управления даже тех людей, которых нет прав, то актуальность этой статьи отпала и ее исключили в часть 3. Осталась на сегодняшний день часть 1, часть 2, часть 4. Часть 4 предусматривает ответственность за оставление места ДТП. Поэтому это вообще тема для отдельного разговора, как лишиться прав оставить место ДТП. Мы сегодня тоже детально не будем останавливаться. А вот на части 1 и на части 2 мы остановимся более детально. Здесь логика законодателя такая. Значит, законодатель выделил наиболее серьезные административные правонарушения и поместил их в часть 1 и предусмотрел самую строгую ответственность за нарушения. Значит, если водитель нарушил правила дорожного движения, ответственность за которые предусмотрена статьей 18.13 кодекса об административных правонарушениях, это скорость, нарушение скоростного режима. 18.14 – это очень много нарушений, начиная от проезда на красный свет и заканчивая правилами маневрирования и правилами перевозки пассажиров. Все самые популярные статьи – это в статье 18.14 находятся. И 18.15 – правила проезда железнодорожных переездов. То есть, вот если вот эти самые основные правила дорожного движения нарушены и при этом причинены легкие телесные повреждения пешеходу или его имуществу, к примеру, то вред причинен его имуществу, то возникает ответственность по 18.17, часть 1. От 3 до 30 базовых величин штраф, мы это отразили в табличке, и до 2 лет лишения прав. Ну, потом более детально объясним на примерах. И во второй части законодатель оставил все остальные нарушения правил дорожного движения, которые не вошли в первую часть, менее значимые нарушения и, соответственно, менее значимая ответственность. Часть 2, обратите внимание, уже не предусматривает лишение прав, а предусматривает штраф от 2 до 10 базовых величин. Ну и сейчас попробуем на примере объяснить, как это происходит. Значит, водитель, двигаясь на автомобиле задним ходом, совершает наезд на пешехода. Пешеходу причинены телесные повреждения, ушиб. Ну, в нашем примере ушиб колена. Ушиб колена судебно-медицинская экспертиза оценила как легкие телесные повреждения, сотрудники ГАИ квалифицировали в действиях водителя нарушения пункта 73 правил дорожного движения, который расположен в главе 9 ПДД маневрирования. Соответственно, мы открываем кодекс об административных правонарушениях и пытаемся определить, какая ответственность. Значит, если в поиск задать нарушение правил маневрирования, нас приведет поиск к части 7 статьи 18.14 Кодекса об административных правонарушениях. Там непосредственно называется эта статья нарушения правил маневрирования, либо проезда перекрестков. То есть, казалось бы, водитель должен привлекаться именно за это. Но нет, поскольку причинены телесные повреждения пешеходу, мы переносимся автоматически к статье 18.17, если пешеход написал заявление привлечь водителя по этой статье. А если не написал? А вот если не написал, тогда мы остаемся на 18.14 часть 7. Окей. Как мы видим, 18.14 часть 7 предусматривает более мягкую административную ответственность. Там может быть и предупреждение, или штраф в размере от 1 до 5 базовых величин. Поэтому ключевая мысль сегодняшней программы заключается в том, что нужно очень большое внимание уделять потерпевшему. В случае, если ему причинены телесные повреждения, легкие. Потому что именно от воли потерпевшего зависит та статья, по которой водитель понесет административное наказание. Ну, прежде чем мы поговорим о воле пешехода или пострадавшего в ДТП, я хочу спросить, зависит ли степень административной ответственности водителя от, например, состояния опьянения пешехода. Влияет ли трезв пешеход или нет на то, какую ответственность, например, понесу я? Ну, в административном праве есть такое правило, что каждый отвечает за свои правонарушения. И если кто-то из участников дорожного движения нарушает правила дорожного движения, он отвечает за них, за эти нарушения, а вы отвечаете за свои нарушения. Если пешеход находится в состоянии алкогольного опьянения, но это не находится в причинной связи с дорожно-транспортным происшествием, то никак на ответственность водителя это не влияет. Ну, вот в нашем примере, например, если вы двигались в жилой зоне задним ходом, и наехали на пешехода в состоянии алкогольного опьянения, какая разница, в каком состоянии был пешеход? Ведь вы точно так же могли наехать и на трезвого пешехода, и на нетрезвого. На вашу ответственность это никак не влияет. Хорошо, давайте, может быть, какой-то пример по второй части статьи 18.17, которая предусматривает меньшую ответственность, менее тяжкую ответственность водителя. Ну, по части второй можно привести такой пример. То есть, нужно найти нарушение какое-то, которое не находится в статьях 18.13, 14.15. То есть, относится к другим, да, к каким-то нарушениям. Ну, вот пример такой. Водитель, двигаясь на автомобиле в темное время суток, при недостаточной видимости, совершил наезд на пешехода. Значит, проведены были все мероприятия по установлению виновности. Было выяснено, что водитель двигался с допустимой скоростью, но, тем не менее, с учетом ограничения видимости, в темное время суток выбрал не совсем правильную скорость, совершил наезд, хотя мог предотвратить ДТП. Вот, тогда действия водителя будут квалифицироваться и нарушение им правил дорожного движения будет квалифицироваться по статье 87 правил дорожного движения, которая говорит нам о том, что при выборе скорости водитель должен учитывать не только ограничения, которые установлены знаками, но и другие условия, в которых он находится. Время суток, обзорность дороги. Вот, и в этом случае при нарушении пункта 87 ответственность наступает по кодексу об административных правонарушениях, по части 5 статьи 18.22, нарушение иных правил дорожного движения. Если мы откроем кодекс об административных правонарушениях, введем там нарушение скоростного режима, нас выведет сначала на 18.13, но там абсолютно конкретное нарушение, когда превышается максимально допустимый предел скорости. А в данном случае допустимую скорость водитель не нарушал, просто неправильно выбрал скорость, с учетом сложившейся дорожной ситуации. Значит, из 18.13 мы уходим и идем дальше, попадаем на 18.22, нарушение иных правил дорожного движения. В данном случае пункт 87, это и будет нарушение иных правил. 18.22 часть 5 предусматривает ответственность, предупреждение или штраф в размере до 5 десятых базовых величин. То есть, ну, совершенно незначительная ответственность, да? То есть, полбазовой величины, штраф. Но, если причинен вред здоровью потерпевшего, пешехода, он пишет заявление привлечь водителя к ответственности по статье 18.17, мы сразу же перемещаемся на часть 2 статьи 18.17, которая уже влечет штраф до 10 базовых величин. То есть, 20 раз больше нам потерпевший сделал проблем. Чем могло бы быть? Чем могло бы быть, если бы он не написал заявление. Поэтому, когда происходит наезд на потерпевшего, на пешехода, всегда нужно помнить о том, что судьба ваших прав, ну, трируя, можно так сказать, находится в руках пешехода. Почему вы так говорите? Потому что для наступления административной ответственности по статье 18.17, которая предусматривает, как один из вариантов взыскания лишения водительских прав, необходимо волеизъявление пешехода. Волеизъявление, проще говоря, заявление. Написал пешеход заявление, привлечь, 18.17 запустилось. Если написал не привлекать, остаемся на менее серьезных взысканиях, на иных статьях, которые законодатель тоже предусмотрел. Там, в этих менее строгих статьях, лишения прав нет. Есть только штраф. Если же все-таки, ну, не удалось проконтролировать ситуацию, и допустили мы такую ситуацию, что пешеход написал заявление, пошел процесс административный по статье 18.17, как-то можно ли его прекратить, этот процесс? Можно. Ну, то есть, имеет ли право пешеход забрать свое заявление, и как это повлияет на ход разбирательства? Есть возможность все-таки еще сохранить права, и эта возможность предусмотрена статьей 8.4 Кодекса об административных правонарушениях, когда административный процесс прекращается в связи с примирением с потерпевшим. Ну, на практике как это происходит? Вот, возмещается вред потерпевшему. Потерпевший пишет заявление, мы с водителем примирились, адресует его в ГАИ, или лично приходит, приносит. И это является основанием для прекращения дела в административном правонарушении по этой статье 18.17. И, соответственно, раз дело прекращается, то и закрывается вопрос с лишением прав. Остается только возможность привлечения к ответственности по менее строгой статье. Вот в наших примерах это часть 5.18.14, часть 5.18.22. В обоих этих статьях нет лишения. То есть, примирившись с потерпевшим, водитель сохраняет свои права гарантированно. Ну, а штраф придется заплатить, но гораздо меньше, чем могло бы быть. Ну, могут еще какие вопросы быть. Например, если не успел водитель примириться с потерпевшим, и вынесено постановление по делу. Все. После вынесения постановления уже примирение невозможно. То есть, можно обжаловать тогда постановление, попытаться найти какие-то ошибки процессуальные при вынесении постановления, чтобы отменить его, вернуться обратно к рассмотрению дела по существу в орган, ведущий административный процесс, и попытаться заново примириться. То, что в вышестоящих инстанциях примирение уже невозможно. Бывают еще и другие ситуации, когда состоялось примирение фактически с пешеходом, но по каким-то причинам орган, ведущий административный процесс, не обратил на это внимания и привлек к ответственности водителя. Например, потерпевший отправил заявление о примирении. Оно пришло не вовремя, а на следующий день. Или оно пришло, но где-то не было учтено. Или оно так написано неоднозначно, что непонятен смысл, примирился пешеход с водителем или нет. Вот тогда в порядке обжалования может быть решен вопрос о прекращении дела, если будет установлено судом, который осуществляет надзор, что все-таки примирение состоялось, но необоснованно орган не прекратил дело. То есть, если основания были для прекращения, но они не были применены, тогда вышестоящий орган применяет эти основания и прекращает дело. Также хотелось бы упомянуть и о сроках. Дрешения? Нет, не дрешения, а о сроках привлечения к ответственности. Есть общий срок, два месяца, мы помним об этом говорили неоднократно, и может получиться так, что двухмесячный срок с момента, как произошло дорожно-транспортное происшествие, может уже подходить к концу. зачастую так бывает, что в последние дни выносится постановление о привлечении к административной ответственности. И может быть и такая ситуация, что в последний день приходит водитель и приносит заявление, и в этот же день приходит заявление потерпевшего о том, что состоялось примирение. Тогда дело по 18-17 должно прекратиться, и в этот же день должен быть составлен новый протокол по вот этой менее строгой статье. И рассмотрен. И рассмотрен, да. Потому что иначе ответственность не наступит. Потому что иначе два месяца прошло, и ответственность не наступает. А часто еще бывает, что дело рассматривается не с первого раза, как я говорил, а, например, водителя привлекли, он обжаловал. Обжалование занимает тоже определенный срок. Тем временем процессуальные сроки текут вот эти двухмесячные. Суд отменил решение ГАИ первоначально, постановление отменил, вернул дело на новое рассмотрение, и состоялось примирение. Прошло уже три месяца. По 18-17 состоялось примирение, она подлежит прекращению, а по другой статье привлечь уже нельзя, поскольку истек срок. Таким образом водитель вообще остается без какой-либо административной ответственности. Поэтому вот эти моменты водители всегда должны помнить и активно реализовывать свои права в этом направлении, и мириться с потерпевшим, если это не удалось сделать. На месте ДТП. На месте ДТП. Сделайте это чуть позже. Возместите вред потерпевшему. Вы, как владельца источника повышенной опасности, в любом случае этот вред будете возмещать. А так вы сразу две проблемы решаете. Вы и вред возмещаете добровольно, и с потерпевшим миритесь, и права сохраняете, и закрываете вопросы с своими обязательствами перед потерпевшим. Потому что если эти вопросы не урегулировать в административном процессе, вас привлекут по 18-17-1 или 18-17-2, дадут штраф или лишение, потом потерпевший получит постановление на руки и пойдет еще, напишет заявление о возмещении морального вреда. За легкое телесное повреждение можно взыскать моральный вред. Это повреждение здоровье, значит моральный вред подлежит взысканию. И тогда получится, что водитель понесет ответственность и административную, и гражданскую, и во всех отношениях останется... Как это говорят в просторечии, пролетит. Ну, можно и так сказать. Если по административной ответственности за наезд пешехода на этом все, я предлагаю прощаться до следующего раза, а в следующий раз поговорить именно об уголовной ответственности, которую несет водитель в случае наезда на пешеход. Да, уважаемые пользователи, в следующий раз будет серьезная у нас тема, это уголовная ответственность, статья 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. И мы на этой статье будем, наверное, постепенно заканчивать наш цикл. Автомобильный. Автомобильный, да. Возможно, сделаем еще две программы по гражданской ответственности. Ну, будет видно. Если у вас есть вопросы к адвокату Павлу Колтуновичу, вы можете направить их на электронный адрес airsobachka.tutby.com Обязательно в теме письма обозначьте хотите по закону. И Павел ответит на ваши вопросы, а я приглашаю вас следить за анонсами и быть активными зрителями. До свидания.